Представляем вам выставку, которая будет работать долго, посвященную 350-летию Петра I, Петра Викова. Я часто говорю, повторюсь еще раз, что коллекция Русского музея, это самая большая в России и в мире коллекция национального изобразительного искусства, это история России, история в лицах, образах, портретах, сюжетах. Во всех литых и жанрах, тысячи детей, вещи, которые хранятся в коллекциях музея, в собрании музея, они связаны с историей России. Ну и часть нашего собрания, это фон детского творчества. И замечательный выставок, это не первый выставок, это постоянный выставок. К 300 метров Петербурга, здесь была тоже большая выставка. И вещи какие-то, собственно, вот за последние 30 лет, ребята, есть в этой коллекции у нас и работы детей, членов императорской фамилии, еще 19-го столетия хранятся. И юбилей Петра I – это часть истории. Часть истории России, часть истории Петербурга. Петербурга, вся история Петербурга. И, конечно же, нам очень важно, чтобы юбилей не превратился вот в такое, знаете, прошлое юбилейное торжество, провели, галочку поставили, фейерверки и салюты, и забыли. Пошли к следующему юбилею. У нас с Петром I связано и в историю Русского музея огромное количество вещей, произведений, событий. Поэтому мы будем всегда и возвращаться к этой теме. Ну, каждый юбилей дает возможность так сконцентрировать, что-то обновить, какие-то проекты. Ну и потом подрастает. Вот в 300-летии Петербурга уже пару поколений выросло, которые и не очень помнят, не будет помнить, кто такой Петр I. И вот это память, нужно хранить память о своей истории, память о прошлом. Потеряем память о прошлом, потеряем все, что, в сегодняшний день, и потеряем будущее. Это тоже простая истина. И вот здесь две части. Вот эта первая часть здесь преобладает Петр. Интереснейшие работы. Интересны они тем, что вот дети не склонны впадать в такую идеализацию, как бы изображая императоров, как бы впадали зарубежные, российские художники, императоры, императрицы. Иногда не всегда тем портретам надо уж так верить. Здесь вот как они представляют, по рассказу, как они представляют, знаю, нашу историю. Здесь в основном Петр замечательные партлеты, деожиданные, интересные. А там в основном его дела, и прежде всего, конечно, Петербург. И в нашей программе, ну, в огромное количество интересных вещей об этом расскажут. И Анна Юрьевна Цветкова, и работа и для детей с детьми, и в электронном формате, и в реальном формате. Вот иллюстрированное подарочное издание при поддержке «Газпром», «Летний сад», «Летний дворец» и «Домик Петра». Путешествую в историю. В этом году мы начнем реставрацию «Домика Петра». Интереснейшие программы, об этом расскажут, и будут забегать вперед. И праздник в «Летнем саду», и история наших дворцов, и прежде всего, летнего дворца в «Летнем саду», и «Домика Петра Первого», тоже интереснейшая часть истории Петербурга. И лекции, и экскурсии, театрализованные экскурсии для детей и для взрослых. И вот у меня здесь две части. Достаю эту программу из этой большой программы, потому что воспитывая и просвещая детей, надо не забывать и о взрослых. Мы о них не забываем, мы работаем не только со школьниками и студентами, но и с педагогами. И у нас огромная программа, не люблю слово «план мероприятий», но программа, посвященная Петру этой листовке и начале реставрации «Домика Петра». Но об этом мы расскажем на отдельной пресс-конференции где-нибудь 19-20 мая, расскажем о программе «Русского музея», посвященной 350-летию Петра. Ну, начинаем мы вот с детских программ. Повторяю, об этом мои коллеги расскажут более подробно. А сейчас, в час, мы еще одна из интересных акций в этой программе – это Дуброва Петра Великого. В Летнем Саду растет дуб, которому 371 год, то есть все взрослое, когда уже взрослый Петр и Дуб был достаточно взрослым приехать сюда, чтобы основать Петербург. И вот мы проращиваем желуды от этого, а Петр любил Дубы, сажал Дубы. И сегодня мы уже приближаемся к 350-му Дубу. По России будет зашуметь юбилею, в память о юбилеи Петра Великого, в Всероссийской Дубраве Петра Великого, по всей России мы сажаем те саженцы, которые из желудей от этого дуба, которые проращивают, проращиваются трехлетнего возраста в Летнем Саду. Это будет сейчас в час. Так что спасибо за внимание и спасибо за постоянное наше сотрудничество. Спасибо.